За достижениями успешного человека, как правило, стоят понимание, поддержка и самопожертвование близких. В первую очередь, родителей. Именно они ведут по жизни, дают ориентир и воспитывают дух силы. Сегодня мы продолжим знакомство с семьёй заслуженного мастера спорта России Рината Саидова, а также узнаем, как проходило становление будущего чемпиона. Честно, вот то, что он пережил в самом Челябинске первое время, это было тяжело, но ни один день он не жаловался. Мы когда спрашивали даже, деньги есть? Он говорит, есть. Ну, всё равно выигрышев нету, на каком-то там мизерной зарплате живёт. Ну, мы же взрослые, понимаем, на что-то ребёнок должен жить. Мы ещё в три размера купили куртки. На вырос. На вырос. На несколько лет. Мы думали, Челябинск – это вообще тундра. И, честно, вот это явилось, наверное, закалкой. Мы не пожалели его. У нас поддержка просто была в плане… Саслан там был, Мансур Исаев, который впоследствии олимпийским чемпионом стал. Ну, мы как бы в одном, можно сказать, в одной квартире и спали, и ели, и пока в сборную не попали, и тренировались в одном зале. А раньше там такие морозы были, там минус 30, Челябинский, там метёр, ну, до Урал. И вот утром на тренировку вечером, ну, утром туда, обратно, потом чуть отдохнули вечером опять на тренировку обратно. Ну, условия такие, телефонов таких не было. Переговоры, ну, сотовые только-только, да, только-только там начинались. Но, честно говоря, детей нельзя жалеть. Вот эта его выдержка в Челябинске, я могу до Челябинска 100% сказать, что было. А вот в самом Челябинске что было, это не… Ну, по сути, меня никто не контролировал, ну, и не смог бы. Ну, по телефону я сказал, там, да, всё хорошо. А я мог там делать чего угодно вообще, один, две с половиной тысячи километров отсюда. Первые три года, первые два года он вообще не приехал. Вот два года. То есть ни разу за два года он не приехал? Нет. Ну, год вообще не было. Потом за проездом я где-то был рядом. В 2009 году у нас Россия в Нальчике была. И проездом я, ну, я как бы на Россию отборолся, домой заехал, там, поздоровался и уехал. У мамы сердце не разрывалось? Нет. У меня, моя очень жестокая, наверное, мать. Нет, вы просто не хотите показывать это. Вы знаете, нет, дело в том, что, конечно, любая мать, она мать. Я просто, я вот сейчас, мне жалко, что я у них детство забрала в какой-то степени. Я очень была, я же рассказывала, ему, если ты не хочешь учиться, тренироваться и результаты. Мне нужны всегда результаты. Я дочке тоже говорила. Мне, вот она поступила в международный отдел, юридический международный. Я говорю, первая четверка, ты приедешь домой. Мне на четверке юристам. Мне это не надо учиться. И когда она на третьем курсе первую четверку получила, она в обморок упала, скорую вызвали. Она говорила, все, это будет. Я поеду домой. Я поеду домой, и все, это мама, это я подвожу за четверку. Ну, а теперь мне их жалко, конечно. Я у них забрала, наверное, детство в том плане, что вот своей требовательностью. Ну, теперь я начинаю их и целовать, и там сисюкаться. Поздно. Уже все, да? Нет, я доберу свою ласку. Ну, мне уже лучше сейчас, чем жалеть о чем-либо. Теперь на внуках отыгрывается. У сестры двое детей. Да, мне бы сейчас, говорю, их в зал. Вообще ребенка, чтобы воспитывать, все говорят. Вы знаете, у меня одну вещь еще вставлю. У меня племянник, судья Кассационного, первого Кассационного суда России. И он, у него четверо детей. И он как-то приехал, говорит, тетя, вот скажи, пожалуйста, как воспитать правильно ребенка? Я не могу это... Ну, вроде бы умный судья, да, Кассационного суда. Вроде бы уже такой, наделенный опытом. Я люблю вообще всегда ассоциировать. Ассоциация идет у меня, картина какая-то выходит. Я говорю, ты знаешь, ребенок, это как у меня там кошка большая на квартире. Помнишь, где на этом стоит копилка? Ребенок, говорю, вот как эта копилка. Каждый день ты должен туда вложить что-то. Пять рублей, это встань, принеси папе воды. Рубль, встань, там, сделай то. Сто рублей, ты должен старших уважать. Встань и возле дверей встречай гостей, а не лежи. И вот этот твой ребенок, говорю, все, что ты кладешь в эту копилку, ты забираешь его 25 лет. В 20 еще рано, говорю. 25 лет ты его заберешь. Если ты туда кладешь воспитание, вот ребенка надо вложить, как копилка. Она должна быть полная, как сосуд. Он должен быть полный. И он говорит, странно, ощущение, как будто я понял. Вот каждый день надо вложить тренировки, обучение. Встал, то сделал. Не надо его вот это потакать. Вот это все, наверное, в эту копилку вкладывается. И действительно результат 25 лет. 20 лет еще рано. График надо просто загрузить полностью детский, чтобы не было свободного времени. Желательно интересами, которые ребенку нравятся. Бывает, что там приводят даже на дзюдо. А он, ну, как бы мать хочет, а ребенок вообще ему это неинтересно. Или там, наоборот, приводят на футбол, а хочет бороться или боксировать. Ну, тут двояка. Все-таки твоя мама же смогла развить в тебе любовь к спорту? Ну, смогла, да, но все равно у меня какой-то маленький интерес тоже был. Да, да, интерес был. Да. А если бывает, что дети, ну, это вообще вот, ну, не его, как бы... Компьютерный гений. Да. Искать надо. В ребенке искать надо этот интерес. В нем, если я нашла сразу, да, в спорте, но просто у нас другого не было. Я его, он хореографический закончил до 9 класса. Я и пел, и что-то занял. Он очень, очень, этот, я его в музыкальную школу до 9 класса заставила. У меня где-то даже этот есть. У меня есть свидетельство об окончании школы, это, музыкальную школу, да. И почему я туда его, ну, определила, скажем так. Мне хотелось, мне казалось, что спорт чуть, для мужчины это шикарно, но утонченности нету, слишком грубо. А чтобы утонченность была, он не художник, он, ну, творческая личность, чтобы что-то где-то, что-то. Ну, конечно, заставляла его музыкально ходить. Ну, конечно, музыканта с него и не вышло, и не вышло бы. Но запомнил же, что он ходил. Да. На хоре выступал. На хоре я ходил, у нас 5-6 урок отпускали, кто в хоре поел. Ну, из этого музыкально ходил, слух то-сё. А девочку в поисках, девочка у меня в поисках была. Я её повела в спортивную школу гимнастики. Мне хотелось это. Я почему-то не хотела национальной танцы. Почему ты же осанка? Ну, осанка-то осанка, ну, я не знаю почему. Но мне хотелось всегда победы же. Мне же хотелось вот конечный результат победы. И я повела её на художественную гимнастику. Багаева была такая, она и сейчас есть. Я химзаводской был в Дом культуры тогда ещё. Ну, моя дочка не пластичная. Она сразу сказала, она у вас не пластичная, она не гибкая, она доходенькая, но ничего не получится. Нету гибкости. И она сама говорит, не хочу, не хочу. Всё, пять лет было, шесть не хочу. Потом я её повела. У меня тётя занималась, и сейчас она международный колледж поливод. И она мне говорит, давай попробуешь на языки. И ей лет семь было, первый класс, на языки. И всё. Понесло. И понесло её, да. Языки. Мне интересно, у вас такая любовь к спорту. К детям я уже поняла, что любовь, вы любите их развивать, во всех сферах пробовать. Но вот к спорту откуда у вас любовь? Вы или в роду спортсмены? Любви к таковой не было. У меня, я сама не спортивный человек. Любовь к победе, да? Любовь, да. Я хотела детей вытащить. Когда я замуж выходила, я не упущу этот момент. Он спортфакт закончил в Ставропольске. Я с ним познакомилась и в Ставрополе. Он у нас был тоже спортсмен и мастер спорта по боксу. И он очень увлекался спортом. Может быть, генетически где-то может быть. На признаке. Да, проявилось и у сына по мужской линии. Я как биолог генетически, можно сказать, тоже. Где-то это наследственный признак выявился. Но при этом, при всем, помогать надо. Помогать, направлять. И вы знаете, еще я люблю притчи моей бабушки. Жизненные какие-то, жизненные уроки. Все приобщать и вообще от жизни получить удовольствие. Бабушка моя говорила, никогда не разговаривайте с ребенком на свысока. Ну, на уровень. Если маленький ребенок, наклонись, тебе от этого плохо не будет. Если он еще маленький, наклонись и поговори глаза в глаза. Он понимает тебя. Вы знаете, какие-то моменты я от нее тоже это. Детей, они, нет, нельзя их бить. С ними только говорить надо. У нас не было в семье, что я кого-то била. Вот не было. И отец не бил. Мы не орали. Вообще у нас в семье не принято кричать. Даже, конечно, не святая семья. Мы обижаемся друг на друга. Но как-то мы глазами обижаемся, молча. Откуда? Вы потом расскажите о родителях. Моих? Мы, да, подошли к семье. Мои родители обычные. Псышские, трудолюбивые, колхозники. Обычная семья. И вообще я горжусь, что она такая, обычная. Потому что вот этот труд колхозника, скажем так, это меня, наверное, привел к такому, что ценишь труд. Понимаете? Вот когда ты... Вот мой отец был в колхозе водителем. Ну, просто обычным водителем. Мама вообще не работала. Она то в колхозе работала, раньше кульстаны были, и она поваром у них работала. Папа водителем там же был, возил комбайнеров, там этих по колхозу. А мама в 4 часа утра она его кормила, и сразу с ним уезжала кормить этих комбайнеров. Они же с утра с заре работают. И мы были привыкшие по дому делать всё. Я очень благодарна, что я знаю этот труд. Я это... Вот сейчас всё идёт с детства. Я вспоминаю, и какое-то время это проваливается. Когда ты занимаешься своими детьми, это всё не вспоминается. Но когда твои дети выросли, и ты уходишь в детство, вспоминаешь, и удовольствие совсем другое, что было с теми... Ну, одно единственное, жалко, что их рядом нет. По-другому оценила бы. Вот маму, папу, я по-другому бы к ним, может быть, и относилась бы. Просто люди не ценят тот момент, когда они ещё рядом. Но это не относится к моему сыну. Я всегда всем говорю. Вот Зиночке мама в гости пришла, и мы к ним пошли. Я говорю, ну как там, ну... Начинают, я говорю, нету на земле такого сына, как мой сын. Второго. Я, говорю, не помню в жизни, вот за столько, 35 лет, вот 34 года, как он появился, чтобы он, говорю, хотя бы взглядом меня видел. Не то, что словами. Он даже косо на меня, говорю, не посмотрел. Я с дочкой могу спорить, а вот с ним я нет. Я вот, он не спорит просто со мной. Главный член семьи у нас проснулся. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать за нашим столом. У нас был очень интересный вопрос к вашей маме. Как приняла мама, молодую сноху, ну, единственный сын? Ну, что поделать? Это душа материнская, она любит, его ревнует, и не каждая сноха будет достойна сына. Ну, вы знаете, очень тепло. Честно скажу, очень тепло. Ну, за кадром она очень хвалила тебя. Сказала, какая ты хозяйственная, вкусно готовишь, ухаживаешь за сыном. Может быть, она в лицо это и не говорит, чтобы держать девушку в тонусе. Говорит, говорит. Но при этом она гордится, это было видно. Говорит и хвалит, и слава Аллаху, у нас очень теплое отношение. Как бы мы... Ну, что касается, чуть дополню Зину, и что касается выбора. У меня вот к детям вот такое отношение. Любая мать никогда не найдет достойного ее сына. Будет искать она... Любая девушка кажется, что она не та, которая не та, которая не та. И, конечно, ревность присутствует у любой матери. Ну, вот Зина же сказала, в силу мудрости она проявляется, ну, в первое время. Но если ты с этим начинаешь действительно по жизни думать об этом, ты с ума сойдешь от этой ревности. Ты будешь искать недостатки, ты будешь искать, где будешь что-то зацепить. Ну, это ни в коем случае. Первое, это право выбора было его, потому что я его так люблю. Если ему хорошо, мне хорошо. Да, плюс еще мама очень сильно любит своего сына, как мы, да? Все с ними утили. Поэтому она приняла меня, да, и стала... И вы знаете, вот если лезть в семью молодых, ни к чему хорошему не приведет вообще. Лучше не лезть. Если он не глупый, он все сам видит. Надо к снохе относиться... Когда говорят к дочери, мне не нравится это выражение. Никто дочку тоже не заменит. А к снохе надо относиться как к члену семьи, как ты любишь. Вот сына, вот наполовину как к нему. Ну, конечно, дочь никто не заменит. Да, ну вот наполовину. Вот он, я к нему так... Я боюсь не то, что я ее обидеть, я боюсь его обидеть. Если я его обижу, значит, я ее обижаю. Если я ее обижаю, я его обижаю. И поэтому я не хочу обидеть никого. Если я его люблю, я ее должна любить. А если этот появился, вообще там уже цепочка вот дальше и дальше, понимаете? И вообще надо... У каждого свое место, свое назначение. Да, у меня взяли, да. Роль, поэтому мы каждый держим, так скажем, границы. Это мне еще хочется сказать. Если девочка воспитанная, если она из семьи вышла, уже вот этот лоск воспитания, где знает и родители, и место своего мужа. И, конечно, первое время я присматривалась. Знает ли... Вообще боишься, что к тебе в семью пришла? Конечно, 20 с чем-то лет она в другой семье. Как это все она это выведет? И... Меня это устраивало. Но при этом я сказала... Это есть выражение такое. Если у тебя есть сын, есть сноха. Ну, я все сказала. Вот как ты поведешь, я буду довольна с тобой. Но если мне что-то не понравится, я с ней ругаться не буду. Я тебе скажу просто так. И ругаться не надо. Вообще ругаться я просто поражаюсь. На этот уровень мы не ругались. Не то, что они там... Я... Ну, тут ваша мудрость. Тут вот и строгость, и мудрость. Потому что, я же говорю, не каждая женщина всегда тепло встретит. Кто-то может, наоборот, влезать в семью. Очень, к сожалению, часто мы такое встречаем, слышим. И очень приятно видеть, что мама есть, которая, несмотря на любовь, она принимает нового человечка и тоже дарит тепло. Куда ты у нас родом? Я знаю, что интернациональная такая международная семья. Да, да, она большая. Большая, дружная. Ты у нас девочка из рода? Родом в республике Ингушетия. Папа у меня, ну, по национальности чеченец, а мама Ингушка. Да, они вот познакомились. Это еще было в Караганде. И с тех пор... Какие точки мира? Караганда, Ингушетия, Дагестан, Чечня. Это Черкесия. Они все живы в Казахстане в то время. Папа в то время был заместитель прокурора по Казахстанской республике, тогда еще была. И уже потом, после того, как мы появились все, так скажем, его направили в республику Ингушетию. Стать первым прокурором. Молодая республика образовалась. Ему предложили, и мы все туда переехали. Там обосновались. Потом ему предложили переехать в Черкесск. Стать заместителем прокурора. И уже переехали сюда. Мне было 4 года. Моей сестренке младше было 2. И 2 старших брата еще у меня есть. Ух ты. Да, у нас четверо в семье. Помимо этого еще 3 старших сестры. У нас очень большая семья. И так и с тех пор здесь и остались, без сожаления. Сама судьба. У нее сестра одна живет в Бельгии, одна во Франции. Да, одна в Германии, другая в Бельгии. Третья в Мушетии. Какие остались? Ну, имея такую большую семью, братьев, сестер, я думаю, сложностей никаких не было привыкать к новой семье. Замбраться, ну, с удовольствием, уже и малыши прибавляться тоже. Я знаете, что вообще говорю, девушку, когда берет парень, все-таки смотреть надо на семью. Раньше я думала, все зависит от девушки. Все-таки и у меня есть дочь, и ко мне пришла чья-то девочка. Вот я замечаю, что 80% поведения, ее воспитание, все она выносит из дома. И она дублирует в другой семье. Она хочет привить что-то где-то. Хорошо, если она с хорошими привитыми качествами приходит. А если вот это качество не устраивает, то приходятся, наверное, те моменты, которые обговаривались до этого. Поэтому, ну, нам, наверное, действительно, у нее мама очень такая скромная такая женщина. Вот я с ней уже два года вот как общаюсь. Честно говоря, мне повезло и с зятем, и со снохой. Ну, может быть, им повезло со мной. В первую очередь, да. О, мой золотой, он тоже. Да, ты согласен с мамой? А давай мы спросим у папы. Папа тебя тоже в спорт отдаст? Он говорит, пока не хочет отдавать? Нет, спорт это однозначно. А большой? Большой спорт это уже как он сам. Если он сам сердцем захочет, я препятствовать не буду, конечно. А вот так принуждать, вот как меня мама принуждала, я так не хочу. И я сторонник того, что спорт, он должен быть с самого начала и до самого конца, как говорится. Как бы то и не звучало там, что до старости. Ну, помимо спорта, у нас еще есть и обычная жизнь, в которой надо обучаться максимально, давать знания детям, чтобы завтра, если... Знаете, большой спорт это такая штука, что не дай бог у кого-то травма, и ты сразу на обочине, как бы... А вот ты умеешь только бороться там, или боксировать, или футбол, ну, какой бы вид спорта ни был. И то есть тут никто не застрахован от того, что не будет травм там или еще что-то. Это слава Аллаху, что у меня таких серьезных травм не было, и не приходилось там долго отсутствовать. Ну, были мелкие травмы там, месяц-два, и все, в строю. Ну, поэтому в спорте он будет однозначно, а в большом или в любительском это уже за ним выбор будет. Но спорт в жизни у тебя, мой юный друг, будет. Да, это однозначно. Или может все-таки врачебная деятельность? Да, любая, какая бы деятельность ни была, спорт будет однозначно, да. Да. Но одно я знаю точно, он будет очень улыбчивым и очень красивым парнем. У него иллюзия какие-то ничей стильные. Столько кровей там, да, да, да. У нас сборная Северного Кавказа, не то что там, сборная Кавказа вообще всего. У нас столько, столько, каждое поколение в межнациональном браке. Вот дедушка, да, скажем, ваш супруг, к детям он был строг, вы в основном, и приласкать, и поругать. А к внуку? Это слабость уже. Нет, внукам он все прощает. Мы так договорились с детьми, вот, и с сыном, и со снохой, и с дочкой, и с сятем. Мы сказали, воспитываете вы, балуем мы. Я не хочу, говорю, на тот свет уйти, чтобы ненавистной бабушкой. Все-таки ласку бабушек и дедушек дети сильно запоминают детство. Все возвращается же. Я хочу это все дать внукам, все дать, именно вот, любовь дать, вот, баловать их, отвозить, там, любить. Мы их балуем, у дочки двое. Открыто говоря, да. Да, и будем баловать. Мы им сразу говорим, при нас не надо воспитывать, при нас не надо их бить, им воспитывать, заводить. У нас даже, знаете, вот, может быть, это будет и неуместно, и некрасиво. Вот вы говорите, вот, молодые там, вообще, молодые по жизни должны, я, вот, вы видели, маленький там, во дворе дом, и это, там тоже есть кухня, здесь тоже есть кухня. Мне все говорят, зачем вам дали кухню? Я говорю, я не хочу это золотое время у них забирать. Не хочу. Они должны жить отдельно, но при этом при нас. Мы встречаемся, на улице видели, это, кофе пьем за домом, встречаемся там летом. Обедаем, ужинаем всей семьей. А зона, вот эта, кухни, они, может, хотят вечером вдвоем чай попить, и мы, может, со своим супругом хотим, да, все должно быть отдельно. Мы раньше принуждали друг другу, сноху к свекрови, свекровь к снохе, какие-то обязательства, какие-то условия ставили. Нет, никто никому ничего не должен. Я сейчас сыну говорю, ты еще мне не должен, ты мне должен тогда, когда я слягу, не дай бог. Вот тогда моя старость униженная, оскорбленная, это твоя совесть будет, лицо твое. А пока я на ногах, я пока себя не считаю, чтобы ты за мной ухаживал, или что-то подавал, или убирал, или что-то. Пока я сама еще вам подам и уберусь ей. Я думаю, что это, вот это их золотое время должно быть их времени, молодых. И с детьми, и со своими социальными такими услугами, и кухней, и ванной, ничего делить не надо. У каждого должно быть свое. Да, у нас три кухни тут. Одна их, одна наша, и одна общая. Да, если мы там встречаемся. Еще, ну, в одном дворе четыре кухни, еще сзади, внутри, внизу есть. Это к тому, что, это к тому, что вот молодые сейчас, мы должны вернуться в то время, когда они должны свободно себя чувствовать. Вот они заходят к себе, я к ним не захожу. Они ко мне, знаете, мы в гости друг к другу ходим, на чаепитие. Все говорят, вы какая-то странная семья. Я говорю, в этом заключаются наши отношения. Они вкусно приготовят. Как-то он задал мне вопрос, мама говорит, почему у нас две кухни должно быть? Должно быть одна. Нет, говорю, она вкусно приготовит, вы меня позовете. Я приготовлю, я вас позову. Каждый ребенок, будучи еще совсем маленьким, имеет огромные запасы неиссякаемой энергии, демонстрируя ее в регулярной активной деятельности. Задача родителей – своевременно направить эту активность в нужное русло, чтобы обеспечить стрессоустойчивость и гармоничное развитие всего организма. Ведь все мамы и папы мечтают о том, чтобы их малыш вырос здоровым и по-настоящему счастливым. На такой приятной ноте наше знакомство с семьей Саидовых завершается. Мы желаем успехов и только побед каждому, кто был с нами. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok